Привет! В эфире самое зимнее и самое книжное видео этой зимы, благодаря которому вы не только окунетесь в атмосферу праздника и сказки, но и сможете выбрать пару интересных книжек для своих детей. Так как дети у меня разного возраста, я начну с книжек для самых маленьких. В моих руках наидобрейшая милая сказка про одного милого котеночка, у которого сбылась мечта на новый год. Он обрел дом, а как это случилось расскажет сама история. Еще одна милая книжка для малышей «Первый снег». Конечно же, эта история напоминает многие другие истории, потому что она так похожа на наших малышей, когда они видят первый снег, когда они катаются с горки, когда они видят своих друзей и тоже с ними взаимодействуют. Это очень легкая простая история, но в то же время в ней потрясающе красивые милые рисунки и чудесное оформление. А слегка постарше деткам я предлагаю к прочтению вот такие три истории. Затишье в лесу, цветок на снегу для девчонок и зимние танцы. Эти книги наполнены динамикой, для более старших деток они интересны, приглашают приключения в зимние. И самое главное, что в конце ребенок почувствует себя героем этой сказки, милым лисенком или девочкой, которая нашла то, что очень искала. Я подобрала книжки на разный вкус и теперь вашему посмотру хочу показать книжку «Снежный олень». Это книжка-картинка, где нужно размышлять, смотреть на линии рисунка и разговаривать о тех чувствах, которые она возникает. Далее я вам подготовила книги, которые чему-то учат. Например, книга вот про такого Шуню, смешную обезьянку, которая живет в городском зоопарке, расскажет все о том, что любят обезьянки, чем они интересуются, их повадки, чем их можно кормить, чем нельзя. Благодаря этой сказке ребенок поймет важность соблюдения правил нахождения в зоопарке и окунется в интересную историю. Конечно же, эта Шуня напоминает резвого ребенка, поэтому обязательно получит отклик как в вашем сердце, так и в сердце ребенка. Очень полезная книжка. Дальше я вам покажу книжку про маленькую елочку. Она чем-то напоминает нашу русскую сказку про рыбака и рыбку, когда баба просит своего старика сходить на речку и у золотой рыбки попросить, чего им не хватает. Также эта елочка спросит одно, второе, третье, понимает, что это все ей не подходит и что такая, какая она была в начале, какой ее создал создатель, вот это правильное решение для нее самой. Потрясающе философская, но простая к пониманию книжка. Улитка, пчела и лягушка ищут снег. Казалось бы, с одной стороны, это совершенно не зимняя история, потому что здесь происходит действие во временном пространстве весна, осень, лето и чуть-чуть зимы. Но весь смысл в том, что эти герои никогда не видели зимы, все потому что это все существа, которые впадают зимой в спячку. Но что с ними происходит, когда они видят зиму, вы узнаете на страницах этой книги. Очень милая, добрая история, как и многие книги издательства «Добрая книга». Еще вашему вниманию две сказочки о Шоне и про девочку Юньчей из «Снеговика». Добрая история, наполненная сказкой, волшебством, теплотой, заботой друг о друге. Эта книжечка понравится любому человеку, который находится на распутье, которому не хватает добра в жизни, который хочет каких-то чудес. В общем, атмосферная, потрясающая книга. Я вам рекомендую от души. Юньчень и снеговик. Про мечты, которые должны сбываться у каждого ребенка. И про то, что нет препятствий, если у тебя есть цель. Тоже очень милая, добрая история про эту девочку-снеговичка и про ее милую собачку. И завершу я свой обзор вот этой большой книгой для школьников младшего возраста «Снежный ангел». Также про волшебство, про легенду, во что превращается то, что создает дети. Книга с хорошим крупным текстом, с красивыми иллюстрациями, которые хочется рассматривать. И высоким качеством печати. Она потрясающая, она имеет свою историю. Выглядит как очень подарочно, очень по-зимнему, по-рождественскому. Хорошо подойдет на подарок. Таким получился мой обзор в этом году. А также в плейлисте про детские книги вы увидите обзоры прошлых лет. У меня богатая коллекция, коллекция зимних книг. И я уверена, что это вас точно зацепит. На этом буду прощаться. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Делитесь этим атмосферным зимним видео со своими друзьями в соцсетях. И мы встретимся совсем скоро. Подписывайтесь на канал.